В Снежинске сотрудники ГИБДД наведались к пятилетнему мальчику, но не для того, чтобы выписать штраф, а наоборот поощрить ребенка. Ведь он сам хочет стать инспектором ДПС и практически каждый день выходит на дорогу с жезлом. Как дошкольник отреагировал на встречу со своими героями, смотрите в сюжете нашего корреспондента. Этот мальчик из Снежинска стал местной звездой после поста в интернете. Людей удивил юный рыцарь дорог, который еще ходит пешком под стол, но уже останавливает машины. Кто-то всерьез показывал ребенку документы, а кто-то просто проезжал мимо. И вот теперь о нем узнали сотрудники госавтоинспекции. Пятилетний Максим уже с утра стоит около дороги в светоотражающей форме инспектора ГАИ. И не просто так, в будущем он хочет стать дорожным полицейским. Поэтому выходит на улицу со свистком и жезлом и пытается регулировать движение возле своего дачного домика. Некоторые вообще, которые, они, наверное, говорят, я такой крутой, суперделовой. И потом они едут, нет горящий фар, я их останавливаю, а они не останавливаются. И вот он встретился со своими героями. Сотрудники ГИБДД решили рассказать ребенку о службе. Они дали ему примерить настоящий полицейский шлем и показали бронежилеты. А внутри служебного автомобиля разрешили почувствовать себя настоящим работником госавтоинспекции. За место. Его тоже применяем. Это другой звуковой сигнал. Можешь попробовать его нажать. На связи. Проверка связи. Понял. Родители поддерживают стремление сына. Они даже записали его в кружок юных инспекторов движения. Ребенок никогда не находится один на дороге. То есть постоянно с ребенком находится рядом и папа, и мама. То есть и ребенок, и родители знают, что дорога несет за собой опасность. Поэтому все игры проходят только в присутствии взрослых людей. Мальчик был рад поближе познакомиться с работой сотрудников ГИБДД. И даже показал свои знания правил поведения на дороге. За это инспекторы решили наградить его подарком. Максиму пожелали не отказываться от своей мечты стать сотрудником органов правопорядка. И сообщили, что в будущем с радостью приняли бы его в свои ряды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!